Дорогие братья и сестры Давайте попросим Божьего благословения на служение. Мы призываем имя Твоего Святое, прибудь Ты с нами в этот вечер и благослови это служение. Исполни нас Духом Святым, воспеть Тебе в общем пении, Господь, прославить Тебя в наших молитвах. Благослови наших дорогих хористов, славословящих Тебя, чтобы и они, исполнившись Духа Святого, воспели Тебе стройно. Ты достоин славы. Пусть Тебе несется слава, а Церковь получает назидание и утешение. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за страдания и смерть Сына Твоего, Иисуса Христа. И даруй нам сегодня вновь вспомнить голгофские страдания Твои, Господь, с благодарностью, глубокой любовью, Господь, к Тебе подойдя и благодаря за все нашего Бога. Вдохнови наших братьев и прочитать Слово Святое Твое, Господь, и сказать то, что Ты вложил уже в уста и в сердца. Благослови, Господь, и всю нашу большую поместную церковь, всех братьев и сестер. Кто не имеет возможности сегодня быть в Доме Твоем, Ты благослови их. Кто болен, слабенький, Господь, но кто сегодня слушает и смотрит нас, пусть через эти средства связи дети получают назидание, утешение и радость. Мы просим Тебя, Господь, благослови нашего дорогого брата Михаила Юрьевича, там служение в Италии, посещение церквей, групп, Господь, милосердный. Благослови его и обратный путь назад. Да будет милость Твоя над нами. Господи, и наш город, который Ты переселил, благослови. Благодарность Тебе, Господь, за эти дождички, которыми Ты росил иссохшую землю. Мы просим Тебя, излей потоки благословения, Господь, на Калифорнию, чтобы, Господь, не было этой засухи изнуряющей. Да будет милость Твоя над нами. Тебе честь и слава, величие и поклонение всемогущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие, мы споем молитвный гимн «Я слышу голос Твой». Песня «Я слышу голос Твой» 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну? первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря». Иисус. Иисус. Пилат. Пилат же написал и написал и написал и написал, «Не пиши царя, не пиши царя, но что он говорил, я царя, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал. да сбудет lake, да сбудет. Так поступили воины. Все, Матерь Твоя, из этого времени ученик сей взял ее к себе. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку и наложив на весь соп, понесли к устам его. Но, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Но так, как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный. Из страха от иудеев просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Аминь. Господь, дашь и душер моей, Возди ее, как настояний, Ты на кресте терпил моей, Вечали скорбей и садянь, И пусть на моем спатье ра, Да будет бедная, как настояний, Господь, дайши в душе моей, Богочистый сердце в отчтенье, Богоцем, богатимый Боже, Богочистый сердце в отчете, Странит на все, и искушение, Ничего же ты не зеленая, Ты помощь и на жизнь твоя, Господь, дайши в душе моей, Извелье свою ты силу, Не векай ты здесь, родим людей, И смерть мне вечно не повинут, Да пусть в сердце выручет, Я вечно сведеню с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О Божья вечная любовь, Лишь ты плечешь меня к себе, Я даю себе вполне Твоей бескресной любви, Источник всем дорог. О, смерть, что следует за мной, О, смерть, отчет, что следует за мной, ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Прославьте Христа! Ты источник всех глав, Ты твердыня небес, Ты основа вселенной, наш Бог и Творец. И родился в наш мир, распят был и воскрес, Дар спасенья Ты людям принес. Прославьте Христа! Прославьте Христа! Ты меня оправдал, и родил я Твой сын, Твой наследник, причастник природы Твоей. И душе мир даруешь, спаситель лишь Ты, Если что, благодать и ценней. Прославьте Христа! Прославьте Христа! Прославьте Христа! Прославьте Христа! Прославьте Христа! За подвиг спасенья! Прославьте Христа! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прости 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 Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад снова быть с вами здесь, в этом общении. Это так отрадно, что мы, живя на разных континентах, в разных странах, можем совершать один труд, что мы все братья и сестры, что у нас один общий Отец Небесный, и что у нас одно наследие – это Царствие Божие. Слава Господу! И я хотел бы, пользуясь случаем всех вас, сердечно поблагодарить за этот совместный труд, который мы с вами делаем, за то, что вы участвуете в деле Божьем там, в Кыргызстане, поддерживаете ряд проектов, поддерживаете там миссионеров, которые там трудятся, и особо, что нам ценно, что вы молитесь за нас. И мы очень нуждаемся в вашей поддержке и дальше. Слава Господу! Это воистину для нас очень дорого. Мы ценим вот это наше совместное служение, это труд, и хотим и дальше с вами идти в эту небесную страну, и доколе Господь продлевает время благодати, трудиться во славу Его для спасения еще многих людей. Итак, я хотел бы прочитать Евангелие от Марка 14 глава с 32 стиха и ниже. Евангелие Марка 14 глава с 32 стиха. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова, и она, начал ужасаться и тосковать, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощно». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем». Вот приблизился предающий меня вечеря Господня. О чем она нам говорит? Какое чувство наполняет нас, когда мы приходим вот в это воскресенье и вспоминаем страдания Христа? Действительно ли мы переживаем то, что пережил Господь? Естественно, мы не можем проникнуться вполне теми чувствами, теми переживаниями, и тем не менее, это особый день воспоминаний страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Я вспоминаю, после одной евангелизации были вопросы, ответы, были записки, на которых были записаны вопросы. И на одной записке было примерно так написано, что вы все проповедуете Христа до Христа, разве нет других достойных людей, которые тоже умирали за идеи? Я попросил автора этой записки остаться, и ко мне подошла молодая женщина, она представилась, назвалась, как ее звать, и затем сказала, что она учительницей работает. И ее волнует вот этот вопрос. Она говорит, хотелось бы, чтобы вы наряду с Иисусом Христом упоминали и других людей. Она там назвала Джордана Бруна, Галилея, и, в общем, начала философствовать. Я ее прервал и спросил, за что умирали эти люди? Она сказала, за идеи. И тогда я сказал или спросил ее, за что умирал Иисус? Иисус. Она говорит, ну, это же тоже был идейный человек. Я тогда прочитал из Слова Божия, из целого ряда мест Священного Писания о том, что Иисус умер за грехи наши. Для нее это было открытие. Она очень извинялась. Она говорила, я действительно не знала об этом. Я теперь начну читать. Я никогда не читала Слово Божие. Дорогие, в этом как раз отличие. Всех тех людей, которые умирали, среди них действительно были люди, которые достойны подражания, может быть, их дела, их жизнь. Но в отличие от Иисуса Христа, они были такими же грешниками, как и все прочие люди, и нуждались в спасении. Никто из них не дал человечеству спасение. Но Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И этим Он отличается от всех прочих. И иногда спаривается вопрос, а действительно ли Христос так сильно страдал? Есть люди, которые, может быть, страдают больше. Но вопрос даже не в этом. Кто больше страдал? Или умирал ли кто еще? Может быть, положа жизнь свою за других? Их вопрос в том, что все – это смертные люди, и они не дали никому вечную жизнь. А наш Господь Иисус, Он простил нам грехи. Он оправдал нас пред святым Богом и дал нам вечную жизнь. Слава Господу! И вот здесь мы читали. И Иисус пришел в селение, называемое Гефсиманией. Он и ученики Его. И вот он берет отдельно, отделяет Петра, Иакова, Иоанна. И тут написано, начал ужасаться и тосковать. Вот этот русский перевод, он так хорошо выразил это состояние, это чувство ужасаться. То есть ужас напал на Иисуса Христа. В чем же была причина? Ведь ученики, они были рядом, они ничего подобное не испытывали. Более того, они спали. Они не распознали этот ответственный момент. И хотя Иисус Христос, наверное, в первый и последний раз о чем-то просил учеников, они не смогли это исполнить. Они были сонные, они спали. В это время Иисус говорит, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Душа моя скорбит смертельно. Мы можем себе только это представить. Насколько тяжело было Господу Иисусу. И почему? Не потому, что Он был грешник, не потому, что Он был преступник, а потому, что Он взял на Себя грехи всего мира. Рассуждая над этой темой, я вспомнил некоторые примеры. Ко мне как-то подошел один молодой человек. Он только приехал с Афганистана. И он говорит, я часто впадаю в депрессии. Я очень плохо себя чувствую. У меня кошмарные сны. Перед моим взором всегда кровь. Ужас этой войны. Я великий грешник. Потому что только за последний месяц службы в Афганистане я убил минимум 50 людей. Сколько их было за два с половиной года, говорит, я не знаю. Но вот теперь перед моим взором постоянно этот ужас, страшные сны, кошмары снятся. И я не нахожу покоя ни днем, ни ночью. Это один человек, который сделал столько преступлений. А сколько таких людей в мире за все это время? И нужно сказать, что Иисус Христос все это взял на себя. Многие люди, подобно этому молодому человеку, впадают в депрессии. Они не находят покоя, потому что грехи мучают их. Иисуса тоже мучили грехи, но не свои. Его мучили наши грехи. И вот перед его взором стояли вот эти люди. И он принимал это на себя, эти удары. Он взял на себя грехи всего мира. И они легли бременем на Иисуса Христа. Весь ад снизошел на него. И он, как мы здесь считали, ужасался и тосковал. Это не спектакль, не розыгрыш был. Хотя некоторые так и говорят. Почему Иисус страдал, если Он Сын Божий? Разве у Бога не было другого плана? Не было других возможностей? Для чего Иисусу нужно было страдать? Да вряд ли Он страдал. Да, наверное, это все розыгрыш. Дорогие, это не розыгрыш. Это реальность. И у Бога не было другого пути для нашего спасения. Только один путь был в небо. И Он ведет через Голгофу. Только одно средство, которое спасает нас от всех наших грехов, это кровь Иисуса Христа. И только одна личность спасает – это сам Господь Иисус Спаситель наш. Дорогие, оценили ли мы все то, что сделал Господь ради нашего спасения? Да, это были ужасные, ужасные муки – чувствовать на себя вину за других людей. Это и убийства, и насилие, и различные другие беззакония, которые творили и творят люди. Это все испытывал на себя Господь Иисус, безвинный агнец Божий. Чувствуем ли мы когда-то угрызение совести за свои грехи? Или можем ли мы сострадать тем, которые сегодня мучаются в своих грехах? Когда мы последний раз плакали о погибающих грешниках, может быть, о наших родственниках, о наших ближних, Иисус сострадал, Он мучился, Он тосковал, Он ужасался, потому что Ему не все равно было, что человечество идет в погибель. И ради нашего спасения Он пришел на эту землю. Да, эти душевные муки – это ужасное страдание, их перенес Господь. Я не берусь дольше говорить об этом, потому что это невозможно передать. И я, как я уже вначале говорил, думаю, что мы никогда не сможем до конца проникнуться вот сознанием того, пониманием того, чувствами того, что совершил Господь ради нашего спасения. Но так хотелось бы, чтобы действительно это всегда было в нашем сознании, в наших сердцах, что Господу не просто досталось наше спасение, чтобы мы поняли и оценили, как дорого Он искупил нас. Кроме этих душевных страданий были еще и физические муки. И мы знаем, что Господь Иисус претерпел ужасные издевательства, Его били, над Ним глумились и, в конце концов, Его распяли. Не зная, были ли это ржавые гвозди или нет, это не имеет никакого значения, Его прибили ко кресту. Вообще, исследуя Писание, мне как будто не хватает подробностей, описания всех этих страданий. Мы не знаем, каким образом все это происходило. Мы догадываемся, что-то черпаем из каких-то исторических источников. Но на самом деле, сам факт – это ужасный момент. Просто пробить руки, ноги гвоздями и висеть на этих гвоздях часами, на палящем солнце и от этих мук умирать. В Библии так просто написано, что повели Его на Голгофу и распяли Его. Да, мы можем предположить, как это было, как я уже сказал, но представим себя на место Иисуса. Это ужасно! Это ужасно! Но мне кажется, очень страшно сознавать, что ты невиновен, что всё это, в чём тебя обвиняет, за что ты страдаешь, оно не имеет к тебе прямого отношения. Ты невиновен, тебя ложно обвиняют. Вы знаете, в молодости там произошёл такой случай. Мы сидели на берегу небольшого пруда, и вот мой дружок, он был хулиганистый такой парнишка, он взял камнями и стал кидать в уток, и убил одну утку. Но почему-то соседи, кому принадлежали эти утки, они всё время обвиняли меня. И каждый раз, когда я проходил мимо, или когда они меня видели, они меня обзывали, и они меня осуждали. Вы знаете, эта боль, она как будто осталась в памяти. Нет, я простил, и ничего не имею против них. Но вот это было тогда так больно сознавать. Я не виноват, это не я сделал, а меня обвиняют в этом. Но что это по сравнению с тем, что пережил Господь Иисус? Ведь Его обвиняли, Его осудили. Пилат неоднократно выходил к народу и говорил, не нахожу никакой вины. Это был жестокий правитель, на счету которого было, наверное, не одна сотня, а может быть, тысячи жизней. И тем не менее, Он видел, что перед Ним праведник. Он это так и выразил. Я не вижу никакой вины в праведнике Сём. В Нём не было вины. И даже те люди, которые искали этой вины, они не могли найти её. И тем не менее, Его осудили на смерть. И Он умер. Он страдал добровольно. Он взял на Себя наши грехи. И те мучения, и те страдания, они были ужасны. Они были ни с чем не сравнимы. Да, дорогие, дай Бог, чтобы мы поняли, что мы с вами не имели никакой надежды на спасение. И все наши добрые дела, и все наши потуги, они не привели бы нас к желаемому результату. Мы всё равно должны были бы умереть возмездие за грех смерти. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Это великое преимущество, что мы можем в молитве покаяния прийти к Иисусу и получить прощение. Даром, бесплатно. Слава Господу! Он совершил наше искупление. Может быть, здесь есть те, которые тоже ещё томятся и мучаются в своих грехах, которые не имеют покоя и мира, которые ещё не получили прощения. Знайте, что Иисус Христос умер из-за вашей грехи. И эта история двухтысячелетней давности, она жива сегодня. Это реальность сегодняшнего дня. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха сегодня ещё. Или, может быть, мы, братья и сёстры, тоже где-то оступились, споткнулись, упали. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы можем в молитве покаяния обратиться к Нему и получить прощение. Это только должно быть искренно. Мы должны истинно и искренне осознать своё падение, свои грехи, исповедаться в этом и принять верою прощение и спасение. Покаяние – это неформальность. Покаяние – это не просто какой-то обряд. Это когда человек сознаёт своё погибельное состояние и понимает, что другого решения нет, выхода нет, что он идёт в погибель. И верою принимает прощение у Иисуса Христа. Иисус Христос пришёл на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. И сегодня, вспоминая его страдания, мы вспоминаем и то спасение, которое мы получили. Это дар от Бога в Иисусе Христе. Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, мы сегодня будем в очередной раз принимать вечерю Господню. Принимать этот кусочек хлеба и этот глоток вина. Но всё это нам напоминает о том, что Господь Иисус совершил наше спасение. И что мы без Него не имели никакого шанса, не имели никакого выхода. Мы шли в погибель, и только Господь Иисус дал нам это спасение. И даёт Его сегодня всем, кто придёт к Нему. Мы сейчас будем молиться. И хотелось бы, чтобы те, которые уже очищены кровью Иисуса Христа, имеют мир в сердце, от сердца прославили Господа за это спасение. А если здесь есть те, которые ещё нуждаются в этом спасении, пусть эта вечеря Господня напомнит вам о том, что Иисус умер из-за вашей грехи. Он вас любит, и Он не хочет погибели грешника. Он хочет, чтобы все пришли к познанию истины и к покаянию. Дал бы Бог, чтобы сегодняшний день стал днём радости и веселья для каждого из нас, чтобы мы от сердца Его прославили, приняв Его прощение и ожидали Его пришествия. Да благословит нас Господь! Аминь! Будем молиться! За меня Иисус страдал, за меня Он жизнь отдал, и за это жизнь свою всю Ему я даю, А Учий Спаситель чудный ко мне жить прожить свою Чтоб ищи твой родный трудный помня всю любовь Твою Давайте мы, вставши, прочтём несколько стихов из 53-й главы и также из Евангелия и Луки. От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит, ибо Он отторнут от земли живых за преступников народа Моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесёт жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесёт. Посему Я дам Ему честь между великими и сильными будет делить добычу. За то, что Он предал душу Свою на смерть и злодеем причтён был, тогда как Он понёс на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И в Англии Луки 22 глава Иисус говорит, когда же настал час, Он возлёг и двенадцать апостолов с Ним и сказал им, очень Я желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. И взял хлеб и благодарив, проломил и подал им, говоря, сие тело моё, которое за вас предаётся, сие творите моё воспоминание. Мы помолимся, дорогие братья и сёстры. Господи, мы сегодня чердечно благодарим Тебя и славим, что Ты вновь нам сегодня напомнил те страшные события Твоей мучительной смерти и страданий. Благодарим Тебя, Господь, что Ты претерпел казнь за наших беззаконников и грешных людей. И благодарим Тебя, Господь, что хлеб сегодня напоминает Твоё ломимое тело там на Голгофском кресте. Господи, даруй, принимая с благодарностью этот кусочек хлеба, иметь приобщение к святому телу Твоему, размышляя о Твоих страданиях, дабы нам не ослабеть, дабы нам не изнемочь. Господь, благослови всех братьев и сестёр, что будут сегодня участвовать. Даруй, Господь, чтобы по особому не прониклись, Господь, любовью к нам, Господь, и Твои страдания за нас. Слава от нас, Твоими великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. В святой заповеди могут участвовать все, кто прошёл через святое водное крещение, через погружение по вере. Если среди нас есть гости, и вы в мире и в любви находитесь с братьями и сёстрами в ваших поместных церквах, вы также можете участвовать в святой заповеди. Кто на замечании, кто отлучен, кто не имеет мира, воздержитесь от участия в заповеди. Когда братья будут вам подходить, будьте аккуратны, осторожны, помните, что это святыня Господня. Иисус Христос в ту ночь, которой предан был, взял хлеб и сказал, примите, едите, сие с телом и за вас ломимое. Аминь. 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 Иисус Христос ПЕСНЯ Пожалуйста, давайте мы, вставшие, еще прочтем двадцатый стих. «Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша, есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Брат Мадес Соловейович совершит молитву. Отче Небесный, Боже праведный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, который Ты явил в Сыне Своем нашим Спасителем Иисусе Христе, которого Ты послал в этот мир, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И мы благодарим Тебя, наш Спаситель, что Ты, придя в этот мир, испил чашу горы, систраданий за наши грехи и беззакония. Слава Тебе, что Ты совершил нам спасение и даровал нам радость спасения. Слава Тебе за это! Ты нас примирил с Отцом Небесным посредством своих голгофских страданий. И ныне мы просим Тебя, благослови эти чаши с вином, благослови участвующих, чтобы Ты был прославлен за дар спасения, за дар вечной жизни наш Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Аминь. У Христа, у Христа, честь Твоя и слава, На спастенье полнота, На блаженство право. У Христа меня нашли Благодать и сила, И сердца святой любви Пусть моя забила. У Христа, у Христа Честь своя и слава, На спастенье полнота, На блаженство право. У Христа, 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 у Хри И за витом их падают На крупные дни. И за витом их падают 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 Слава Богу, братья и сестры, за вновь подаренную возможность еще раз участвовать в Святой Заповеди. Божьих вам благословений на Новый месяц Октябрь. Это насыщенный месяц. 18-го у нас будет праздник Жатвы, и потом с 22-го у нас будет съезд проходить в нашей Церкви. И на праздник Жатвы 18-го числа, братья и сестры, у нас будет одно собрание в 10 часов утром. Оно будет немножко продлено. Английского собрания не будет, но будет на праздник Жатвы участвовать хор Кредо и хор Рассвет. И также будет английская проповедь на английском языке и на русском также. Поэтому у нас будет одно утреннее собрание, торжественное, радостное, совместное с нашей молодежью, которые говорят на английском языке. И давайте мы перед молитвой, перед тем, как споем, мы прочитаем вставшие несколько стихов из 4-й главы послания филиппийцам. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свое желание перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что лебезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Аминь. Буду жить под защитой твоих крыльев, буду жить в мире Божьей любви. Точно станет, но я не убоюсь, когда я под защитой твоих крыльев. Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыльев. Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыльев. Я спасен, под защитой твоих крыльев. Я спасен, под защитой твоих крыльев. Под защитой, под защитой твоих крыльев. Господь наш, сердечно благодарим тебя, что мы находимся под защитой твоих крыльев. Благодарим тебя, что ты наш Господь, наш Бог, Бог нашего спасения. Ты подарил нам спасение, ты подарил дар жизни вечной. Господи, мы не в силах до конца возблагодарить тебя за все милости, которые ты оказал к нам. Но помоги нам, Господи, чтобы мы в своей жизни, сколько ты назначил здесь на земле каждому из нас, с радостью желали исполнять волю твою. Чтобы это было желанием наших сердец. Что жили мы для тебя и во славу твоего имени. И всегда принадлежали тебе не только здесь на земле, но и в вечности. Господи, благодарим тебя за все и поклоняемся тебе. И благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.